Эти милые маленькие детеныши канадской пумы появились на свет в июне. За это время уже приспособились к жизни в зоопарке. Едят мясо, посетители не стесняются и свободно передвигаются по вольеру. Особенно по утрам. Спокойного самца назвали Степой ради созвучности с сестрой Клепой. А вот девочка имя получила от мамы Кнопы. Поэтому самка, подобно родительнице, вышла более нервной и чуть не съела нашу съемочную группу. Это еще они более-менее спокойные, потому что в последнее время жили отдельно от мамы и выкармливались людьми при помощи смеси и козьего молока. Обычно в дикой природе самка пумы охраняет своих детенышей 2-3 года. Однако у Клепы и Степы мать немножко нерадивая. И после того, как она их родила, просто забыла о них. Чуть больше месяца Кнопа все же кормила малышей молоком. За время жизни с ней они приняли ее привычки и были ко всем агрессивны. Однако потом мать начала таскать их за шкирку и выкидывать из вольера. Ей хотелось побыть с любимым наедине. У них у обоих очень сложный характер. Когда у нас начинается период спаривания, происходит это у нас очень сложно. Мы их начинаем соединять. Роня ее обижает, она его. И вот это вот дня 3-4. Вот мы ходим, то открываем, то закрываем. В этой паре это уже второе потомство. Первые детеныши появились 4 года назад и переехали в другие зоопарки. Такая же участь ожидает Клепу и Степу. Вчера, допустим, уже поздно вечером пришла заявка из Крыма, из крымского зоопарка, о том, что они хотели бы приобрести пуму. Вот одна у нас девочка запланирована на Новосибирск. Если сегодня ответ придет из Крыма, значит, уедет в Крым. Однако сначала нужно поставить все вакцины и подготовить документы для отправки. О своем переезде пумы пока не знают и спокойно отдыхают в домике или тешатся с детскими игрушками. Не подозревает и Кнопа, которая променяла свои материнские инстинкты на гормональные качели, ведущие в никуда. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком.